Здравствуйте! Как отмечают педагоги, необходимым звеном в процессе духовно-нравственного воспитания является любовь. Ведь на этом чувстве основана вся наша жизнь. Мы живём во имя любви, чтобы строить, творить и созидать. Именно эта ценность должна быть вложена в сердце каждого ребёнка. Сегодня мы заглянем на урок, где второклассники говорили о своей любви к главному человеку в их жизни – маме. Ведь жизнь каждого ребёнка начинается с любви к матери, дарящая ему первое представление о мире. Здравствуйте, ребята! Я вижу у вас хорошее настроение. На улице весна. Я желаю вам удачи на сегодняшний урок. Какое было домашнее задание? Вы задавали на дом на исходе по детям мамы. Покажите свои портреты. Я нарисовала портрет мамы. Она очень добрая, ласковая. И она всегда мне помогает в любых делах. Я нарисовала свою маму. Она у меня очень красивая, трудолюбивая, хорошая. Всегда помогает мне в разных ситуациях. Это моя мама. Она очень хорошая, трудолюбивая. Моя мама зовут Марина. Она добрая, хорошая, красивая и умная. Ребята, а какая цитата нашего урока? Давайте посмотрим. Читаем вместе. При солнышке тепло, а при матери добро. Вот как вы понимаете эту цитату? Мама – это значит, что она о тебе будет заботиться, всегда будет помогать тебе, всегда будет готовить тебя. Она тебя никогда не будет обижать. Она тебе будет помогать в трудных ситуациях. Это значит, что солнце дает тепло, а мама дает добро. Ребята, мамой мы называем самого доброго и самого родного человека. Когда вы рождаетесь, мама вас встречает доброй улыбкой. И когда вам будет 5 лет, вам нужна мама. И когда вам будет 50 лет, вам нужна мама. Потому что мама дает тебе добрый совет, ласковую улыбку и большую вам поддержку. Вы нуждаетесь в маме? Да! Когда вы в школе, вы скучаете по маме? Да! Хорошо. А вот посмотрите, какое у нас красивое большое сердце. Ребята, у мамы очень большое сердце. Посмотрите. И мамины сердце дают вот такие лучики. Посмотрите, какие это чувства имеет наше мамины сердце. Читаем. Честность, доброта, нежность, любовь, преданность, ласка, забота, трудолюбие. Молодцы. Спасибо. Ребята, а теперь ответьте на мои вопросы. Трудно ли быть мамой? Мамой трудно быть, потому что ей трудно заботиться о нас, воспитать нас. И всегда прощать за какие-нибудь плохие поступки. Я думаю, что очень трудно быть мамой, потому что она убирает самой пакет вещи, мою посуду. Помогает мне делать уроки, убирает игрушки. Маша, а кто должен убирать игрушки? Я. А кто? Ты маме помогаешь убирать игрушки? Да. А кто играет в игрушки? Ну, моя сестронка. Просто иногда я сижу делать уроки, а дети разбрашиваются. Я не могу. Я потом стою, доделываю уроки, иду помогать маме, а потом доделываю уроки. Как видите, учитель не ведущий урока, а равный партнёр. Он не критикует высказывания ученика, а умело направляет его в правильное русло. Учитель не оценивает, а совместно с детьми высказывает свою точку зрения, вступает в диалог, учит вести дискуссию. Диалог между учителем и учеником является важным звеном воспитания, где нравственность передаётся от сердца к сердцу через живое общение, создавая вокруг себя особую среду, поддерживающую определённые ценности у ребёнка, главная из которых – ценность высшего «я». Ребята, а вы помогаете своей маме по дому? Да! А как вы помогаете маме? Я помогаю маме мыть посуду, убирать игрушки, мыть стол и пропылесосить комнату. Молодец! Когда приходят гости, я помогаю маме накрывать на стол. Я помогаю маме ухаживать за сестрёнкой. Я помогаю маме выносить мусорь. Ребята, мы с вами сегодня будем составлять сердце. И сердце, оно, конечно, состоит из частичек. Но чтобы сделать это сердце, мы должны добраться до него, да? И мы должны будем вот с помощью нашего такого солнышка собрать эти частички. К настоящему солнышку мы не можем подойти и дотронуться. Оно очень и очень далеко. А выглядит маленьким, потому что оно удалено от Земли на многие миллионы километров. Космический корабль может облететь Землю всего за один час. А чтобы достичь Солнца, ему потребуется лететь целых пять месяцев. К нашему солнышку мы можем притронуться, погладить лучики только тогда, когда лучики наши раскроются. Ребята, сейчас каждый квас из вас будет подходить в солнышко и откатывать лучики. И будет узнавать, какая у вас мама. Моя мама добрая. Моя мама нежная. Моя мама любимая. Моя мама необыкновенная. Моя мама душевная. Моя мама красивая. Моя мама необыкновенная. Ребята, мы с вами собрали частички и знаем, какое сердце у мамы. А теперь давайте соберем свое сердце и подарим это сердце нашей мамочке. Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. Мне они заменят солнце. Мир, поверь, не существует лишь для нас двоих. Солнышко в тебе смеется. Мама, без ума тебя люблю я. Мама, и тебя богат творю я. Мама, я без взгляда твоего, как птица без крыла. Птица без крыла. Мама, знаешь, я тебя роднее. Мама, а мне меня скорее. Мама, да, погреться, мама, возле рукой, как будто он там. Ребята, сейчас вы свои сердечки приклеите вокруг солнышка. И мы посмотрим, что у нас получилось. Для воспитания гармоничной личности необходимо развивать не только познавательные процессы, но и эмоциональный интеллект, личностные и душевные качества ребенка. Этому способствуют уроки творчества, где задействованы душа и сердце человека. Казалось бы, что сегодня на уроке обсуждается простая тема. Однако детям в этом возрасте непросто выразить словами всю полноту своей любви по отношению к маме. Безусловно, это чувство, которое живет в сердце каждого человека. И уроки самопознания, подобрав нужный ключик к сердцу ребенка, как раз помогают раскрыть в нем внутренний потенциал. Ребята, посмотрите, какое красивое вы сделали панно. А теперь кто может поделиться, что вы вложили в свое сердце? Я вложила в свое сердце любовь, доброту, ласку, здоровье, чтобы моя мама была хорошая и добрая. Я желаю своей маме здоровья, счастья. Я вложила в свое сердце любовь, счастье, доброту, чтобы моя мама всегда была счастливая, здоровая и добрая. Ребята, мы сегодня говорили с вами на уроке о любви к маме, да? И теперь знаем, какое у мамы сердце, да? А что нужно сделать для того, чтобы у мамы было хорошее сердце, доброе? Нужно ее оберегать, да? Надо маме дать много ласки, любви, чтобы мы маму слушались и делали хорошие поступки. Господи. Ценность самопознания заключается в том, что данный предмет помогает детям найти путь к себе, попытаться понять смысл своего рождения, своей жизни, свое предназначение и, исходя из этого, сложить свой жизненный путь, свою судьбу. Уроки мудрости позволяют ребенку с малых лет осознавать, что главная ценность в этом мире – человек, что он рожден для созидания, творчества, для счастья, для любви и радости в жизни. То есть предмет учит ребенка самому главному – любить и понимать себя. Окружающих его людей. Весь сложный, но прекрасный мир. А это, наверное, и есть основное предназначение человека. Всего вам доброго. До новых встреч.